теперь я тебя могу обнимать, никто не видит, никто не знает всем привет от Оксаны и Валентины Ивановны а где они? они там смотрят на нас в экран а вон что в экране? да смотрите какие цветочки у нас в декабре какая прелесть и украсили дерево потому что зима теплая в наших субтропиках это социальное жилье для тех кто на канале недавно и Валентина Ивановна уже была на канале и мы с ней общаемся она мне как мама и бабушка в одном посмотрим вы должны открывать замок сейчас 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 о разрешается входить только расписаться здесь чтобы большие где надо расписываться дату дату двенадцать двенадцать значит вы пишете хорошо резидент подожди ты резидент кого пусть да Валентина вы здесь единственная русская или еще кто-нибудь есть? есть русские но я еще одна есть понятно нет нет подожди что здесь есть инвалиды помоложе да инвалиды инвалиды вообще то без ног то без рук то слепые то слепые то еще инвалиды имеют право здесь вот что люди могут здесь получать в общем это первый этаж здесь лифт сейчас поедем поедем в лифте полы тут кафельные в лифте то а какие еще должны быть ну мало ли я видела ковровые полы да я видела ковровое покрытие такое грязное становится ну конечно а здесь все равно будет ну ага стоим ждем я так часто зайду жду-жду да что почему не едет а сама не нажала даже куда ехать да так ну выждать вперед я смотрю к праздникам то некоторые украсили чтобы настроение поделось надо поднять около своих квартирок ну это худло всегда украшается всегда меняется каждому сезону смотря кто живет а это несчастье случилось у нее а куда она переезжает какое-то другое здание что здесь у каждого жителя этой деревни скажем так этого муниципального жилья есть вот такая i'm ok послание да как брошюра не брошюра знак что если с ней все порядке она оставляет что у нее все в порядке у нас киска у вас не было прошлый раз киски в доме сейчас видишь какой это еще котеночек вот марту он будет годик ему какая большая кочара здрасьте ой здрасьте ой здрасьте ой здрасьте мама аксаня любит косярок любит на нюхай нюхай меня так это для вас рыба из вашего джо пати потому что сейчас новогодние праздники и мне подписчики спрашивали когда в следующий раз тюжку линзе ивановне я говорила в коронавирус не пускают очень смотрите вы теперь на праздники себе сможете это красная рыбка это красная вот этот кусок с лосося вам это вам салат из морской капусты я себе тоже в тоже связала тоже я нас не обидела это белая рыбка обязательно вам один вид белой рыбки флаундер это флаундер по-русски кота камбала это да это сыр с голубикой козий gold cheese французская с голубикой это получается как бы к чаю вам вот я знаю вы себе такой никогда не купите вы никогда не пробовали и для вас удивление будет вам и это тоже кусочек рыбки только я не помню как она называется код а треска да так что вот теперь у вас новый год состоялся вот всеми от оксаны из алабамы сегодня я в пенсаколе в гостях у валентины ивановны валентина ивановна была на канале уже не раз и ссылку я дам на эти ролики валентина ивановна в америке уже лет 30 с 93 с 93 года вот вы когда-нибудь жалели что вы сюда переехали никогда 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 не жалела я просто было очень рада довольна что мы здесь во первых здесь много церквей была свобода для верующих а мы ее там не видели то есть советские времена вас притесняли да и очень даже здесь мы свободу увидели а сейчас у нас даже помещение церковное свободное нам отдали потому что там члены уже пожилые некоторые уже очень ушли в вечность а некоторые переехали к своим там родственникам другую другие места и это здание пустовало нам отдали то есть выходите в церковь как раньше мы ходим в церковь как раньше и церковь у нас бесплатная мы не платим за нее вот сделали там ремонт нужный и собираемся и службы идут на русском языке в пенсаколе русском языке и на английском даже проповеди говорят американцы которым трудно говорить по-русски у нас молодой один говорит мы его даже просим у него свободнее получается по английскому говорим говорит по-английски здесь все понимают как здорово вы сейчас скажете подписчикам сколько вам лет вы у нас долгожительница это вот феврале да причем 29 которого не будет на следующий год до не должно было исполниться 93 так что вот так что если считать по дням рождений как у меня каждый да то вообще молодуха 24 до что то есть можно взять бабушка которой 23 быть надо будет ролик так назвать то есть вы еще вот вы как считаете вы что нибудь делали для того чтобы быть долгожителем или нет алкоголь вы не пьете мне не любите и алкоголь вообще не выношу нисколечко то есть вам плохо будет это не на сердце здесь мясо вы не кушаете вы кушаете рыбу до супчик и мясо вот я сейчас стараюсь впихнуть хоть немножко в себя потому что моя напарница здесь требует просто говорить ешьте это надо вам так я потайком от нее кусочек ну я не люблю не люблю а вы помните когда мы с вами познакомились это было в 2005 году 2005 я приехала в пенсаколу с мужем американцем я помню у меня были ситуации когда валентина ивановна бабе фитерствовала и мои дети джесса фонар были как ночь внуки ой да не так станислава привык прям его пыльнули да и станислав скучал за внуками у них принимал как внуков что мои-то дети были выросли получается без бабушек без дедушек а так как говорится есть рядом у меня по жизни были бабушки и дедушки я как говорится их брала в аренду удочерял усыновляла в гости ходила а вообще ты у нас считалась как дочка так станислав считал ты поскольку очень в такой ситуации мы познакомились до тогда тебя муж такой еще больной на что так так что пенсаколе очень много русских для тех кто не знал и некоторые придумают сюда переезжать и переезжают переезжает много вот и я сказал мне сказала бы неплохо покупают дома здесь он был немножко дешевле теперь дорожали но ничего все устраиваются и живут особенно кто езжает так уже в таком возрасте что купил дом и остался да и все тут остается начинает хозяйство свое разводить где-то пристраивается на какой-то работе при работах просто ну вот сейчас как вот как вот сейчас я помню вы говорили вас пенсии было 600 рублей что долларов у нас было по 550 но сейчас вот сейчас коронавирус вам подняли хоть чуть-чуть еще 780 это от 700 а то некоторые надо спрашивают о если человек не работал будет бомжом под забором нет в америке программы так устроены что если ты знаешь какие двери стучатся ты получишь социальное жилье даже если никогда не работал у тебя будет минимальная пенсия как в ситуации валентины ивановны и мы уже не работали мы приехали тоже да вы уже вам было 60 чем-то 65 мне как раз только исполнилось 65 сразу сразу получили пособие поскольку мы вдвоем были по 550 то есть америка пытается помочь людям вам также еду раз в неделю приносят коробках как раньше или сейчас эти программы не убрали раз в месяц коробку с едой коробку а там у нас столовая пожалуйста тоже бесплатно до каждый день новые отбуды так что у нас столовая есть вот так вот так так что он хочет пользуется столовой кто но я например не пользовалась а потом что-то у меня случилось с рукой я не могу резать я стала пользоваться столовой а вот а вот за жилье также государство платит вы какой-то процент платите или сейчас процент да понятно то есть все зависит как говорится в америке от размера пенсии или зарплаты они смотрят и человек будет платить столько сколько может сколько может там да если получает небольшую пенсию так что же если получать получим 500 долларов и будет платить 600 то где же у них возьмет да вот именно так что берет только процент а если вы хотите например поехать в магазин что-нибудь купить пожалуйста у вас автобус есть да здесь все время был автобус все время вот этим корона вирусом сейчас пока раздерживается автобус не ходит что у кого какой транспорт понятно мы иногда пользуемся выбором а иногда здесь есть специальные которые за 5 долларов провозят в один конец в любой магазин там все туда обратно приезжает что нужно для счастья вот вы как долгожитель как эмигрант я скажу нужно одно иметь иисуса сердце это единственное что нужно и в этой жизни и в будущем вот у меня есть библия нам не отсюда не уходит то есть у вас то есть должна быть вера бога без этого вообще то есть без этого жизнь сломает это не жизнь а такое существование я бы сказала которые никчемные не имеющие ничего впереди если молитесь каждый день каждый день библию читаете да конечно 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 каждый день это все равно что надо же поесть без еды ты не будешь жить это слово боже это еда это с утра ранее открываешь и как входишь в этот раздел так даже и еды ты забываешь ну вот почитаешь сколько сейчас уже мне стали глаза устроить что что вы пожелаете людям вот на вас сегодня на вас смотрит сейчас очень много людей будет смотреть этот ролик что вам пожелать и на новый год желаю всем абсолютно приблизиться к богу как мужем как мужем ближе положиться на иисуса потому что он есть наш мост к отцу небесную только через него мы можем иметь контакт с богом и мы заряжаем вас на хорошее настроение и поздравляем с новым годом а что у нас за кадром он валентина ивановна подкармливает это чё бездомные собаки это вообще получается как бы здесь бегают это чья-то собака пробежала на голодная вам разрешают запускать гостей внутрь разрешает он только записать хорошо хорошо до конца до конца